Всем доброго дня, уважаемые друзья! Последние дни выдались урожайными на новости в сфере Украинского моря. Это и заявления, связанные с возможным подписанием очередного протокола по рыболовству на Азове, который делали и русские, и украинские должностные лица. Это заявление россиян о том, что установить границы на море с Украиной невозможно, пока мы не признаем попытку анексии Крыма. И это событие на сессии Международной морской организации, где делегация Украины сделала ряд заявлений, как исключительно ритуального характера, так и имеющих определенное значение, в частности, по присоединению Конвенции о труде в морском судоходстве. На сегодня, к сожалению, морская политика Украины продолжает быть не сформирована. Команда должностных лиц, которые отвечают за это в МИДе, Мининфраструктуры и Госрыбогенстве, осталась на сегодняшний момент практически та же, как и было год назад, два года назад. Поэтому, естественно, каких-то радикальных ответов на новые вызовы я не жду, а вызовов становится все больше. Разумные люди неоднократно предупреждали, что попытка анексии Крыма, естественно, не является концом российской агрессии. Им нужно обеспечить, как минимум, логистическую безопасность полуострова для своих агрессивных нужд. Им нужно добывать газ на отжатом Украине шельфе. Им, естественно, желательно задушить украинское торговое судоходство и рыбальство, для чего Российская Федерация контролирует достаточно значимые районы и Черного, и Азовского морей. На сегодня, поскольку воды вокруг Крыма оккупированы, никто не может внятно сказать, где же заканчивается то море, которое Украина может контролировать. Безусловно, это 12 миль от берега, возможно, 24 миль от берега, включая прилежащую зону. Но что дальше? Есть ли у Украины реальная возможность что-то изменить уже хотя бы на 25 миле от пляжа Одессы? Это вызов, который не решен, на который сегодня не существует ни практического ответа, поскольку всем понятно, что Украина будет контролировать условия конфликта с Россией, лишь то, что сможет контролировать физически, силой оружия, силой вооруженного противостояния с государством агрессором. Юридически же Россия ничем не связана в своих притязаниях. Если сегодня она заявляет о том, что частично воды вокруг Крыма являются русскими, ни в одном документе границ для себя Россия этих вод не обозначила. Поэтому ее притязания достаточно объем. К сожалению, те здравые идеи, которые мы слышали, в частности о создании района ограниченного судоходства вокруг Крыма, не увенчались успехом. На сегодня эта позиция торпедирована нашим МИДом, и в ближайшее время позитивного развития ситуации тут я не вижу. На сегодня мы имеем определенную паузу по всем юридическим процессам, связанным с вопросами торгового судоходства с оккупированными территориями, поскольку летом были последние задержания танкера, связанные с крымским судоходством. До этого был ряд производств, ни одно из них, по сути, до логического конца не завершено. Дела в судах, судно в портах. Какого-то внятного органа, который бы за все это вместе отвечал, сегодня не имеем. Ранее большинство этих процессов ввела военная прокуратура, сейчас нареформирована. Часть этих процессов ввела прокуратура АРК. Сегодня возникает большой вопрос, кто будет новым прокурором АРК, либо прокурор АРК, назначенный на должность заместителя генерального, продолжит отвечать за этот вопрос. Это повлияет, естественно, на эффективность соответствующих уголовных производств. А от этого действительно немножко зависит и наша целостная морская политика. Возникает большой вызов по военно-морским силам, поскольку есть хорошая новость. Наконец-то в Одессу прибыло два катера из США, которые нам переданы Америкой. Повторяется ситуация Второй мировой ленд-лиза, когда мы получаем свой флот из-за рубежа. И это очень хорошо, поскольку, как говорят форспециалисты, те суда, которые строились на Киевском заводе, в первую очередь, это бронированные катера, они достаточно узки по применяемым задачам. Технические их решения не все называют позитивными. Поэтому, если думать не только о защите пляжа, а действительно попытаться хоть на пять минут представить себя морским государством, которое может эффективно защищать свои интересы не только возле Мола, Мариуполя и где-то в Средиземном море, а может быть даже и в океане, конечно, нужны абсолютно другие суда, естественно, в рамках наших бюджетных потребностей, но вообще способны выходить в открытое море. Это вызов, и то, что сейчас Украина пытается получить хотя бы малую часть флота, подчеркну, это абсолютно недостаточно, нужно в 10 раз больше от наших партнеров, это на самом деле неплохой симптом. Посмотрим, что, возможно, лобби в Минобороне поменяется. Вот этот вот, знаете, такой, извините, свиночуковский подход к формированию ВМС с завода Ленинская кузня как-то изменится, есть у меня хоть здесь хоть маленький элемент оптимизма. Где у меня его нет? Это касательно Азовского моря. К сожалению, позиция государства достаточно четкая. Мы продолжаем вести переговоры с россиянами по разграничению квот на вылов рыбы в Азовском море. Игнорируется здесь и то, что оккупанты сегодня в Крыму установили незаконную систему рыбохозяйствования и контроля за рыбохозяйствованием, то, что под эгидой оккупантов осуществляется незаконный выход с оккупированной территории, добыча рыбы. Игнорируются факты задержания украинских рыбаков на акваториях во время лова, не за браконьерство, а просто за якобы нарушение так называемой госграницы РФ. То есть в угоду своим политическим нужным государство-агрессор просто делает наших рыбаков разменные монеты. Все об этом молчат. Молчат и о более худших вещах. Как известно, в том году протокол не был подписан в силу того, что россияне додумались послать в Киев человека, по которому плачет украинская тюрьма, а народные депутаты поставятся просто публично. Потом этот протокол все же был подписан на 19-й год в феврале 19-го года. И самое смешное, что наше госребагентство запрещало до подписания протокола подконтрольным субъектом хозяйства не ловить рыбу. А как свидетельствуют сами рыбаки? В это время русские прекрасно ее ловили без всяких протоколов и успешно себя чувствовали. Никто к ним, естественно, никаких претензий не выдвигал. Здесь мы имеем великолепный пример абсолютно такой колониальной политики России по отношению к нашим посадовцам, которые рады за определенные свои личные, либо своих родственников коммерческие интересы подписать с русскими что угодно. Почему я сказала родственников? Недавно всплывал опиющий пример, когда глава ассоциации рыбодобывающей промышленности Украины внезапно оказалась супругой чиновника госребагентства, который, в принципе, и отвечает за регулирование этой сферы и участвует в подписании протоколов с россиянами. Тут уже, извините, не нужно разбираться в видах бычка, чтобы понимать, что, извините, в этой сфере, к сожалению, порядка у нас мало. Возможно, новая команда власти, новое министерство экономики, которым подчинили вопросы рыбы, предпримет здесь какие-то шаги, но оптимизма у меня нет. Такая же ситуация и в океаническом лове, куда бы можно было бы перенаправить трудовой ресурс азовских рыбаков, ведь когда-то и совсем недавно под флагом Украины было десятки крупных океанических промысловых судов, экипаж каждого из которых составляет сотню человек. То есть, грубо говоря, 10 таких судов перекрывает уже часть всей возможной азовской безработицы. Но на сегодня эти суда формально под украинским флагом, либо под украинским собственником, фактически находятся под полным контролем россиян, либо структуру в оккупированном Крыму и поднадзорный российскому регистру судоходства. Это грустно, но я думаю, что начавшиеся судебные процессы в этой сфере приведут определенных лиц к ответственности, а саму отрасль к каким-либо изменениям. Возникает вопрос, что же делать с Словским морем в этой тупиковой ситуации? Договор 2003 года, по которому мы должны с русскими провести госграницу, не действует. Русские будут согласны провести, учитывая оккупацию ими Крыма. Естественно, мы на это пойти не можем. Поэтому, пока Крым не докупирован, вообще речи о госгранице и о договоре 2003 года быть не может. С другой стороны, этот договор блокирует нам и эффективный контроль за акваторией, и возможность пропуска в Мирюполь-Бердянск иностранных военных судов, а также иностранных наблюдателей и миротворцев. Что нужно сделать? Естественно, необходимо предпринять меры. Первое, по расторжению этого договора. Второе, по установлению на Азовском море в одностороннем порядке территориального моря, прилежащей зоны, исключительно экономической зоны и шельфа Украины. Там есть все необходимые международные процедуры. Украина в свое время успела установить, хотя об этом не любят говорить, но вынуждены признать в нашем МИДе исходные линии на Азове. То есть те исходники, от чего мы это все считаем, в сторону моря, это все у нас есть. Достаточно просто официально объявить об этом вон в одностороннем порядке. Естественно, конечно бы, можно было просчитать варианты обеспечения портов Мариуполя и Бердянска вне Керченского пролива. Напомню, что 200 лет назад египтяне кирками и мотыгами порыли Суэцкий канал. Украина в 21 веке не может обеспечить альтернативные технически доступные выходы с Азовского моря для нашего судоходства. Скорее всего, это кому-то очень выгодно.